Про промышленность. Артамонов утверждает, что старая экономика региона оказалась неконкурентоспособной, что многие предприятия работают с 1917 года и не подлежат модернизации. Поэтому он типа молодец, что пригнал сюда иностранных инвесторов. Очередное броню. Калужская область была воссоздана в 1944 году прошлого века, и прежде всего как область аграрных. В тот период здесь практически не было крупной промышленности. Большинство крупных предприятий начали работать в период с 1950-х по 1980-е годы. Они оснащали самым современным на тот момент оборудованием, так что про 2017 год, извините, не по адресу. Но даже те, что были основаны 150 лет назад, но у старейшем оборудовании не работали. Например, ликероводочный завод «Кристалл». Здесь все было организовано по высшим мировым стандартам, по современным технологиям. Однако это не спасло завод от искусственного банкротства. При полном, кстати, попустительстве областных властей. Конкурентоспособными были и еще полсотни успешно работавших предприятий регионального и местного масштаба. Что мы получили взамен? Отверточную сборку от мировых брендов. Фирмы по команде Евросоюза, свернувшие производство. Теперь Артамонов говорит, автомобильный класс так заменит фармацевтический. И приглашает в область компании, учрежденные в офшорах. Получается, что сначала мы потратили областные деньги на подготовку рабочих и инженеров для западной автомобильной промышленности. Теперь они не нужны. Будем готовить фармацевтов для офшорных компаний. И опять рассказывать, как это хорошо и правильно. И еще одна мода в последнее время – строить цементные заводы. Немного статистики. В России сегодня таких заводов чуть больше 50. Это на 85 субъектов Российской Федерации. И три из них в Калужской области. То есть у нас сейчас их в 5 раз больше, чем в среднем по стране. Зачем? Ведь цементное производство – одно из самых вредных в плане экологии. В следующий раз 100 секунд про здравоохранение. Продолжение следует...